Возможно, вы слышали, что господство доллара США подходит к концу. Это важный вопрос, потому что доллар используется примерно в 60% мировых валютных резервов и в 40% международного долга. США долгое время использовали доминирование доллара в качестве финансового оружия. Например, когда были заморожены российские резервные активы в начале войны между Россией и Украиной. Но не все довольны тем, что США заведуют делами, поэтому люди ищут альтернативы доллару в качестве мировой резервной валюты. В этом видео мы поговорим о том, что такое резервная валюта и рассмотрим некоторые возможные альтернативы доллару США. Во-первых, давайте определим, что такое резервная валюта. По сути, это большое количество валюты, которое хранится центральными банками и другими крупными финансовыми учреждениями для международных транзакций. Это особенно важно для торговли сырьевыми товарами, которые обычно оцениваются в резервной валюте. Также есть преимущество в том, чтобы практически не иметь обменного курса, потому что странам не нужно обменивать свою валюту на резервную валюту для торговли, если почти все обмениваются одной валютой. В течение последних 75 лет основной резервной валютой был доллар США. И это заставило другие страны внимательно следить за денежно-кредитной политикой штатов, чтобы убедиться, что на их резервы не влияют такие вещи, как инфляция. Вот почему иметь только одну резервную валюту может быть опасно. Так как же доллар США стал мировой резервной валютой? В 1944 году США стали доминирующей экономической державой, в то время как другие крупные экономики были ослаблены мировыми войнами. Делегаты из 44 стран собрались вместе и согласились использовать доллар США в качестве своей официальной резервной валюты. И с тех пор все другие страны привязали свой обменный курс к доллару США. И в то время они все еще могли конвертировать его в золото. Это был прекрасный период времени, доллар был стабильным и сильным, а США процветали. Тем не менее, по решению Никсона в 1971 году доллар США перестал быть обеспечен золотом. Так что с тех пор стало вполне вероятно, что США станут печатать доллары, фактически обеспеченные их долгами. Что они и сделали. США продолжали печатать все больше денег на свои многочисленные расходы. Но из-за того, что в других странах уже было много долларов, они все же остались резервной валютой, поскольку по-прежнему сохраняли за собой статус самой стабильной формы обмена. Однако все это начало меняться, поскольку евро начинает выглядеть как лучший из возможных вариантов, несмотря на то, что ему определенно предстает пройти еще долгий путь, прежде чем он сможет уверенно занять это место. Но это не значит, что нет других возможных вариантов. Например, финансовая система Китая улучшила инфраструктуру финансового рынка, что сделало юань более надежным средством сбережения. Тем не менее, лучшим вариантом может быть создание сильной многополярной системы, которая поддерживает диверсификацию и, следовательно, позволяет использовать несколько резервных валют, что приведет к увеличению предложения безопасных активов. Но хотя эта система с несколькими резервными валютами может показаться не очень осуществимой в данный момент, мы можем надеяться, что технологическое развитие предоставит нам то, что нужно, чтобы это случилось. Создание платформы, которая будет работать виртуально, а не физически. Таким образом, отсылая нас в сторону цифровых валют. В этом случае мы могли бы построить новую платежную инфраструктуру, основанную на международном стейблкоине, полностью обеспеченным резервными активами в корзине валют, которая может включать евро, доллар США, японскую иену и китайский юань. Это совершенно новая синтетическая валюта гегемонии, или SHC. Затем будет предоставляться через сеть цифровых валют центральных банков. Следовательно, когда SHC станет широко распространено, все валюты в этой корзине будут считаться надежными резервными активами, что приведет страны с формирующимся рынком к диверсификации безопасных активов и отказу от доллара. Другим потенциальным решением могло бы стать использование валют BRICS. По крайней мере, в сделках между самими странами BRICS. В последние годы в этих странах наблюдается значительный рост, и в результате их валюты приобрели большее значение. Однако существует более серьезный вопрос о долгосрочной жизнеспособности валют BRICS из-за потенциальной экономической и политической нестабильности в некоторых странах-членах. Наконец, существовали и предложения создать мировую валюту, управляемую глобальной организацией, такой как Международный валютный фонд. Эта валюта, известная как банкор, была бы привязана к корзине мировых валют и могла бы использоваться для международных транзакций. Хотя идея глобальной валюты обсуждается уже много лет, она остается спорной и сложной концепцией. В целом, существует множество альтернатив доминированию доллара США, которые предлагались и обсуждались. Хотя маловероятно, что доллар США в ближайшее время утратит свои позиции доминирующей мировой валюты, изучение этих альтернатив может привести к созданию более стабильной и сбалансированной глобальной финансовой системы. Но факт остается фактом – ни одно из возможных решений не дается легко. Прежде чем уйти, сообщите нам свои мысли по этой теме в комментариях ниже. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok